ДИАТИМ ПИК ДИАТИМ ПИК ДИАТИМ ПИК Чуваш с Пипретон А, так я этих ребят даже знаю Неплохо ребята играли В принципе, я думаю, два достойных коллектива у нас встретились Жалко, что ИСССР Не прошли, чуть-чуть им не хватило, чтобы дожать Я думаю, прекрасно ребята понимали, что Рано или поздно их пик перестанет быть Юзабельным Ну и как только БКБшки у Некстов появились Они начали выигрывать Ну и под конец этот размен тронами Плюс рапиры, камбэки, байбэки Я думаю У ребят эмоции просто зашкаливали Так, ну в пиках у нас Бермастер Винга у Некстов Чувашский Притон Забрали Огрмага и Скаймага Но пики пока меня радуют Есть с чем драться То есть есть и Зейбл Есть и Зейбл, есть и Медление И много магического Раскаста У Чувашского Притона У Некстов, конечно, нет такого жесткого магического Раскаста Но есть ульта Бермастера Которая просто нереально жесткая Минуты до сороковой Ну в Гойте, конечно Пандерата немного быстро раскладываются Но есть такая панда Которая может в ветрах Держать вражеского кири Просто всю битву Ну и это может сыграть некую роль Так, ну забанили Войда, Кентавра, Энигму и Элдер Титана И Чувашский Притон Замирает Дрозура Пока что все стандартно Никто ничем не удивляет Но, собственно, это финал Тут рисковать не стоит Тут надо Брать героев проверенных Играть проверенным пиком Экспериментировать надо было раньше Так, ну Некст и заверяет Вич Доктора Такие два саппорта В принципе, Винга хороший саппорт Она и в Гойте сильная И в мидгейме Ну вот Вич Доктор В Гойте, конечно Не столько жестким смотрится Насколько Винга Но, с другой стороны, у Чувашского Притона Есть Каймак Который, в принципе Тоже, чем дольше игра затягивается Тем Он становится слабее Так, ну По последнему пику остается во второй стадии Ну, не хватает Если Разор будет фармить Не хватает мидера Но Мне кажется, что Разор будет стоять Именно в миде Иначе не хватает Оффлейнера И Фармила Первой и третьей позиции Притон Капитан команды Сенечка Задумался Тратить дополнительное время Время Так, ну кого здесь взять Саленсер Ну В принципе Саленсер бы хорошо здесь зашел Единственное, что Куда его ставить Либо В качестве фармила Либо же в мид То есть есть Кого Дизейблить И Бермастера И ультвич доктора Так, Дума Решили забрать Дума Неплохое решение Мне всегда нравится Когда У одной команды Бермастер А у другой команды Дум Этот мейнгейм Просто Бермастер Пытается Ультануть Раньше Дума А Дум Должен находить Пивного мастера И его, соответственно Затыкать И там уже Кто кого перехитрит Тот и победит Чем же ответят Нексты Пока что У Чувашского Бретона Пик Жесткий Но Нексты От них не отстают Тут главное Не зафейлить С двумя последними Пиками Если брать Какого-то жесткого Фармила В виде Фантома Сассинки Либо же Антимага То Чувашский Бретон Может просто Прийти вот Этого треплой В виде Угрмага Скаймага И разора И вашему Фармиле Не дать Ничего нафармить Так что Не стоит Исключать Такого варианта Что Это будет Агрессивная трепла Соответственно Дум Стоять будет Соло-изи И не хватает Героя в мид Но Притоны Могут Немного Перехитрить Своих оппонентов Разора Поставить в мид Дума Вообще Использовать В качестве Фармилы Основного Причем Но это Два саппорта Либо же Дум Будет в фарде То есть Дум И так И так И так Заезжает Вот Антимага Решили забрать Но теперь Чувашскому Притону Надо Идти к ним Идти И мешать Антимагу В принципе У них Должно Это Получаться Есть Два Рейндж Героя Так Ну По последнему Бану Забанить Кого? Пака Ну да Можно Забанить Пака Довольно-таки Неприятный Герой Что Одной То И другой Команде Можно Банить Так Решили Забанить Бэтрайдера Так Ну Чем же Тогда Ответят Нексты Кстати Притоны Могут Забрать Еще Легион Командера То есть Цеплять Антимага В принципе Почему бы И нет Ну И 30 Секунд Основного Времени Из 40 Секунд Дополнительного Мы узнаем Пик Команды Притонов И буквально Через полторы Минуты Мы узнаем Пик Команды Next KZ Давайте Ребята Уже Хочется Увидеть Финал Уже Хочется Поздравить Победителей Я надеюсь Что ребята Сейчас Ни в коем Случа Не волнуются И настроены Совершенно Серьезно Вайпера Забирает Притон Это значит Что будет Вайпер Стоять В миди Дум Отправится Солоизи А Розор Скаймаг И Огрмаг Пойдут К антимагу Ну Довольно таки Неприятная ситуация Для некстов Стоит Теперь Задуматься О Герое Который Выформит Довольно таки Быструю меку И будет Помогать Своим тиммейтам Все таки Ждать Пока антимаг Нафармит Можно до того момента Дождаться Что у вас Упадет Трон 50 секунд Нексты Давайте В принципе Бримастер Конечно Неплохо Стоит против Вайпера За счет того Что у него есть Миссы Если что Можно и пиво Накидывать Но нужен Именно Герой Который бы Помог Бримастеру Выиграть Мидгейм И это Верка В принципе Неплохое Решение То есть Верка Также Она Помогает Отпушивать Помогает Цеплять Хороший Пик Что у одной Что у другой Команды Ну и Начинается У нас Начинается Игра Просто Нереальные Эмоции Финал Финал Техлапса Отборочных На Техлапс Ну и прежде всего Я хотел бы Поздравить Обе команды Они дошли До финалов А это Значит что Финал У нас Будет достойный Ну и в принципе Хочется надеяться Что игры Будут равные А то бывают Такие моменты Когда Скажем Одной команде Просто повезло Сеткой Скажем Там были Какие-то Слабые команды И они просто Дошли до финала Так Ну и Нексты Хотят убивать Рошана Рошана Пингуют И Это Хорошее решение Есть хил Прочитает ли ситуацию Дум Ну Не рискует Заходить Под хилом Да Очень конечно Очень хорошо хилит Здесь свич доктор Есть 2 фласски У антимага 2 фласски У бремастера Ну и Рошан упадет Отхилится антимаг Причем Никто из рошпита Заметьте Не выходит То есть Вроде бы Можно было Как-то Сюда Чуть-чуть выйти И отхилиться Но Никто не хочет выходить Брал Нексты Отличнейшее решение И причем Пик Я бы не сказал Такой чтобы Сильный палящий То есть Кто бы мог догадаться Что сейчас будет падать Рошан Да никто Рошан Упал Все получили по второму уровню Ну и Аегис достанется Панде Ну вот Тысячи 1780 1780 Икспытует Зарошана Да Значит Прошлый раз Когда я сказал 1830 Это было все-таки С монеткой 1780 Опыта Зарошана Ну и По золоту Неплохо Такой буст Так Ну и Прочитали ситуацию Антимаг отправляется На нижнюю линию И надо возвращаться Кстати Разор будет стоять в миде Против ВРК ВРК с ДД Очень больно бьет По Разору И 9 хп ставится Ну Отличная работа Пришел Угромак Угромак захилил Но должны спешить Спешить Саппорты К антимагу Мешать фармить Иначе Антимаг будет потом проблемой Так Ну Ожидал я увидеть Именно Разора Против антимага То есть Вот это вот Трепла Лайпер должен был Стоять в миде Но ребята Совсем все поменяли В принципе Почему бы и нет Тут Винга Прочекала Увидела Угромага Ну и понимает Что С Думом Лучше Не шутить Так Ну здесь Дум заходит далеко Дум погибает Ферс ват Так Отстанет Угромак И ФБ достается Вич доктору Ошибается Ошибается Айсберг Ну и 1-0 Как-то он Немного Переоценил Свои возможности Неужели он не понимал Что он просто умрет За восстану Ну и ребята Хорошо вовремя Сориентировались Сразу же Набросились И убили Так Ну Дум Отправляется В лес Надо Что-то Менять Антимаг У нас На фрифарме Антимаг На фрифарме Это значит Что Антимаг Быстро Собирает Себе На БФ Скорее всего Он сейчас Будет делать Просто ПТ Но после ПТ Он будет Закупаться Именно в Ботов Под Инвизом Находится Скаймаг Но нет У него Кромка Севшота И Возможно Надо Пробовать Убивать Курьера Но Курьер Только сейчас Появился Надо сбивать Ману Да Скаймаг Дождался Когда Заюзает Верка Кварити Ну и Немного Верке Не повезло Не ожидал Тим Сикрет Увидеть В Инвизии Скаймага Два Милишника Если кто-то Из них Пойдет Добивать Крепа Выйд С лесу Винга Выйд Твич Доктор И Любой Погибнет Так На топе На топе У нас Брюмастер Против Вайпера Четвертый Уровень У Брюмастера Почти пятый Вайпер 15 на 4 Брю 10 на 1 Да Брю должен В принципе Линию проигрывать По Крепам Вот по Экспи Он ее Выигрывает Пришли наконец Два саппорта Но два саппорта Здесь ничего не сделать Надо Разору было Стать против Антимага Если что Он бы выкачивал Дэмэдж Плюс он Рейндж герой То есть он бы Хотя бы Возле Крепов Мог стоять Где-то здесь И пытаться Кого-то восхитить В итоге У нас Антимаг Имеет Топовый Крепстат 20 на 10 Еще и хорошо Денает Но держит Линию На всякий случай Возле своего Таура Так что При попытке Гангов Антимаг просто Отблинкуется И выживет Счет 1-0 Ребята Это у нас Бест оф 1 серия Победитель Получает Слот На тех лапс То есть В финале Они будут играть Против Икс гейм Ну и Соответственно Победитель Данной встречи Гарантирует себе Приз В 1000 долларов Не плохой Такой призовой фонд Общий призовой фонд 3000 долларов Счет 0-1 Пятая минута Пошла В миде У ВРки Проблемы Под инвизом Под смоками Находился Скаймак Если сейчас найдет Да Нашел ВРку Но Через Аркан Орб Убивает Попинговал И Хотят Наказать Скаймага Но Здесь его не наказать Ну что же Счет 1-1 Графики Но графики Можно не смотреть Все таки На такой минуте Тяжело вернуть Преимущество В виде Убитого Рошана Антимаг Пятый уровень Причем Раскачивается 1-1-1 И через плюсы Повышает Свои статы В принципе За счет того Что КД блинка Будет очень долго И можно Его за это Наказывать Но надо Будет ждать Все таки Уровень Скаймага Скаймагу Надо будет Максить НС сил Иначе Может Сала не хватать Так Телепортируется Скаймаг Дул находится Без маны Но я смотрю Ребята Это даже не смущает Что кто-то прилетел На сейф Решили убить Сенечку Сенечку Запирает Сенечка Проедает Деревья Ну и просто Отдают Сенечку Под хилом Вич Доктора Ребята Заходят за Т1 Видят Телепорт Они ничего не боятся Видят что у Дума Маны нету Дум здесь Не помощник Но антимаг Пошел еще искать Скаймага Блинкается Выжигает Последнюю ману Вот если Был бы Телепорт От Разора Возможно Только что Принес Либо же От Вайпера Тогда бы Были бы Проблемы Антимага Антимага Конечно Вряд ли Убили Но вот Саппортов Я думаю Подцепили Так Ну что же Некст КЗ 2-1 Преимущество Виде Рошана Было Так На топе Прожал Прямо Сплит Но Подтого Решил Не убежать Кстати Можно было Под контролем Двумя Пандами Ну Маленько Не доконтроливает То есть Можно было Бежать Двумя Пандами Под Тауэр А земляной Просто Убежать В итоге Просто Троих Выделил И отступил Ну прямо Сплит Прожал Выжил Это главное Но Все таки Это Вайпер Против Вайпера Я думаю Никто Бы не хотел Стоять На линии Это Тот Герой Который Один на Один Один Самых Сильных Героев Он Просто Он Просто Вообще Ничего Не надо Чтобы Убивать У него Есть замедление Довольно таки Жесткое У него Есть Дэмэдж За счет Пассивки И у него Есть Выживаемость Также За счет Пассивки Ну и Ульта Которая Очень Сильно Медлит Из-за Которой Практически Никто Не Убегает Так В Миде У нас ВРК 24 на 1 Разор 35 на 10 Высасывает Дэмэдж У ВРК Проблемы Но Подрубает Виндран И Убегает Надо Наказывать Разора Есть Уже Саппорты Рядышком И Разор Должен Погибать Каски Полетели Стан Твинги И ВРК Делает Пауэршот И Забирает Килл Браво Браво Саппорты Команды Некстов Ну и Ошибка Утрозора В принципе Я думаю Он должен Понимать Что Вот эта Территория За Саппортами Команды Некстов Что Они Могли Находиться Где-то Здесь И Как Только Он Побежал За Тауэр Они Сориентировались И Побежали В его сторону Ну Соответственно Здесь Они Столкнулись И Убили Его Вайпер На топе Блинкается К нему Антимаг Но Сейчас Полетят Каски Каски Все еще Не летят Но И так Заберут Есть Мановоид Надо Сосилить Фраг Чтобы Было Больше Золота Есть ПТ 1700 Золота Ринг Оф Хеллс БФ Будет На 12 13 БФ Очень Очень Быстрый Даггер Летит Панде Панда Которая Стояла Против Вайпера Имеет Уже Даггер Также Есть Прямо Спит Бегут На Разора Здесь Есть Еще Скаймаг Но Сейчас Дождутся Даггер И В принципе Может Прыгать Инвест Активировал Верка Надо Подскаудить Немного Надо Посмотреть Есть ли Кто-то За спиной Разора Но Нет Просто Решает Заблинковаться Прямо Спит Прожимает Разор Но Все равно Дэмэдж Был Немного Высосан Но Разору Это Не помогло Побежал Дальше Цеплять Шторм Инвизным Ну Правильно Лучше Дальше Не забегать Сейчас Ульта Закончится И надо Даггера Ражимать Нету Маны Просто Сразу На голове Тело Покупается Даггер Так Ну и Пока что Все идет К тому Что Нексты Набирает Своё Преимущество Тут Уже 1200 Золота Персив Есть Сейчас Собирает На Клеймо Так Ну Вайпер Вайперу Надо Покупать Мекку Судя по всему Стан Блинг Это антимага Ну и через сказки Второй раз Подстанили Вайпер Ультует Но Мановоид Ничего практически Не нанес Дес Вард От Вичдоктора Разор Разор решил С Вардом Вичдоктора Не драться Тут Как-то Кенталер Решил Подстанеть Хоть кого-то Так Минус Разор Ну и Судя по всему Это ГГ Знаете На мой взгляд Полуфинал Был Поинтереснее Как-то Финал У нас Притон Пока что Ничего не могут Предоставить Своему оппоненту Счёт 1-8 Так Прилетел Здесь За нами Клэпнул И убил Убил Огра На 10-ой минуте Счёт 9-1 Преимущество Более 5000 В пользу Команды Nextoff Ну и Также По XP Вот она Нет Я думаю Уже летит БФ Сейчас Зафармит Вот эти Вот стаки Сделает Отвод Себе То есть Вот сюда Приведет Крипов Зафармит Нитравов Ну буквально Снести ещё Один Тауэр И будет БФ Так вот Кентауэр Как-то тут Вышел Я слышал Булстан И что-то Он отменил Решил Что не хватает Юнитов А в Соловингу Лучше не станет Так Стоит Вард Который Даёт Вижен Если что Будет Видно Кто к ним Подойдёт И Антимаг Спокойно Уйдёт Так вот Ошибка У Притона В том Была Что они На мой взгляд Неправильно Поставили Линии Так Слапает Дума Подстанили И застан И убивает Ну у Дума Есть Мидас Счёт 10-1 Вот Если бы они Всё-таки Поставили Разора Против Триплу Против Антимага Дум бы Уж Я думаю Выставил Против Верки Ничего страшного Бы с ним не случилось На топе Вайпер Точно так же Выиграл Свою линию Может быть Он не совсем Выиграл Скажем так Он Не проиграл Так же Как и Примастер Не проиграл В принципе На топе Никто Никого Не победил Бф 12-08 Бф Натимаги Ну и всё Сейчас будет Фарм Ускоряться Ну вот Ну и Главное То что Забрали Рошана Таким Пиком Вроде Не сильно Читаем Да Есть Минус Броня Есть Хилвич Доктора В принципе Этих Двоих Героев Достаточно Было Чтобы убивать Рошана Надо было Дальше Пикнуть Просто Двух Милишников Которые По очереди Танковали Ну и Просто Добрать Рэндж Героя Так Выходит Дум Но за счет Того что Первый уровень Сло У вайпера Никого Не удается Зацепить Десвард Ставится Панда Все еще Живет Вич доктора Подстанет Вич доктор Погибает Ну Убили Убили Саппорта Винга Винги нет Маны На стан Повершот Не попал Ну 2.10 Ладно Вич доктора Убили Потратили Дум Но в этот момент Антимаг Фармит Есть инфа Что Дума нет И я думаю Антимаг Сейчас себе Может позволить Немного Быковать То есть Никто Неожиданно К нему Не подкрадется Дум Не накинет Единственная Проблема Так это Энсен Цил Так Конкассив Шот Ну Не хватит Дэмэдж Просто Типа Даже Жмет И не парится Хотя На мой взгляд Он мог Просто Бежать И Выжил Но Видимо Не знал Что Ну Хотя Как он Мог Знать Как У Рэмс Скай Мага Возможно Решил Что Вдруг 5 секунд И он Не успеет Выжить Ну так Вот Вайпера Все таки Пользован Так В раз И Этого Не хватает Чтобы Сильно Замедлять То есть На панду Он ударил И панда Просто На ботинке Убежал От него Хотя бы В 2 Или в 3 Было бы Прокачано Можно было Назертоксин Не так сильно Максить То есть Проигнорировать В разок И там Уже 20% Замедление Передвижения Это уже Сильно Ощущается То есть По сути 10% Это 35 скорость Снижает Убермастеру Это Ну У вайпера 335 То есть В принципе Скорость Снижается Так же Как и у вайпера Вот На 2 раза Тогда бы Уже на 70 Снижал И Соответственно Убермастера Был бы МС Как он Почти без ботинка И на Рошана Идут Просто решили ПГД Рошана Убивать Ну Надо Дефить Есть Дум Нету Все еще Мекки Но Видимо Без Мекки Драться Не будут Я думаю Не понимают С маках Бегут Да Сейчас Будет Битва Но Рошан То уже Упал Рошан Остается Антимагу И надо Отступать Уже Драться Не за что Антимаг Забирает Вражеских Нейтралов Но Чуть Чуть Не успели Совсем Немного Буквально Секунд Тридцать Не хватило Подцепили Здесь У нас Бримастер Бримастер Скорее Сего Выживет Даже Да Потратили Дум И теперь Можно Разворот И убивать Еще И самого Дума Бежит Верка На хосте Нашла Еще Вайпера Всех Решил Подамажить Надо Под микро Станить Там будет Слаб Стан От Винги Отличный Шейкл Шот Надо давать Стан Но немного Не по таймигу Но все равно Ради дэмэджа В принципе Должно Хватить Почему Ульта была Не в панду Возможно Удалось Убить Минус Два Оформляет У нас Нексты И Убегают Ну Счет Стоится 2.12 16 Минута Я думаю Графики Даже Смотреть Не стоит Больше 7500 По золоту Ведут Некст КЗ И больше 5000 По Иксп Да Конечно У притонов Небольшие Проблемы 2.12 Надо Придумать Вроде бы И дум Накинули На премастера Но Не хватило Дэмэджа Не хватило Дизейбла Надо Угрмагу Все таки Шестой Вот этот Мультикаст Всегда Приятно Когда Улетает Двойной Стан Верка Со спины Под инвизом И Вайпера Можно За шейку Шутить Привязывает К дереву Но Вайпер Здесь Не Жилец Разору Надо Отступать Вайпера Просто Убивает Нонстоп У него Все еще Нету Мекки На 17 Минуте Стоял он Соло На Соло Нету Мекки Ну Вайпер Конечно Сильный Герой Но Войте Он Против Антимага Ничего Не Сделает Падает Тауэр Ну Решили Разменять Т1 На Т2 Но Здесь Уже Два Телепорта Винга Плюс Верх Судя по всему Отменила Телепорт Ну И Одна Винга Здесь Вингу Можно Убивать Дум Дум Приобретает Сидайгер Так Винга Без Маны Решили Зажать На Разора Ну Скаймаг Привез Конкассив Шот Нету Маны У Винги И Разор Через Клэб Да Разор Здесь Погибает И Бегут Дальше Бегут За Думом Видят Айсберга И Айсберг Здесь Погибает Мановой Сбивает Телепорт И Айсберг Припрыл Что Он Делал Почему Сразу Не убежать Я не понимаю То есть Вот здесь Убивает Разора Он там Еще после смерти Давал Какой-то Вижен Они Двигаются Сюда А Дум Решил Пожадничать Скушать Крипа И прожать Типа Но Он не учел Что Антимага Есть Мановой Который Телепорт Не сбил Который Телепорт Сбивает 2.15 18 Минута 14.000 По золоту Боже Мой Просто 18.32 По ХП Больше Десятки Ну Притоны Летят Скажем так Так Ну Антимаг Яша Судя по всему Еще летит Манта Стайл Да Антимаг С Манта Стайлом БФ ПТ И Аегисом Можно Идти И заходить На ХГ Антимаг 12.000 Золота Антимага Тяжело Остановить Можно Но Это Сделать Тяжело Антимаг Просто Прожал Банту И Сносит Т3 Пришел Игрмаг Прожал Игнейт Есть Дум Кстати Можно Попробовать Сбить Аегис Вайпер В этот Момент Умирают В миде Скаймаг Сейчас Также Отправляется К праотцам На нем Висит Урна Ну И Через Пауэршот Верка Добивает Так Ну 2.17 Просто По одному Притону В минуту У нас Практически Получается И пытаются Какие то Ауты Найти Притон Дрозор Пришел На топ Пришел Убить На топе Тауэр Так Блинкается Антимаг Сносит Мид Ну Тауэр Сейчас Упадет Нету Глифа Дефит Дефит Бежит Только Один Скаймаг Вот Телепорт От Разора И Надо Сбивать Аегис Очень Мало ХП Плазма Филд Аркан Орб Но Еще Живет До сих Антимаг Никто Не Хочет Его Убивать Ну И Просто Блинка Аегис Заканчивается И Отхиливается Успевает На фулочку Отхилиться И Сейчас Просто Отойдут Вот Я не знаю То ли У притонов Не было Тайминга То ли Что Вот Если бы Они Сейчас Подцепили Антимага У которого Когда Блинка Нулся Закончился Аегис То есть Вот В эту Секунду Надо было Цеплять Через Дум И Просто Был он Погиб Аегис И Тогда Можно Было Бэк Комбэк Нутся Винга Девятого Свап Попнуть Никого Не удалось Но Я думаю Нексты Не расстроились Они просто Ушли И Пошли Дальше Формить Так Ну Что же Антимаг Ну БКБ Или Все таки Башер Тараска Может Бабочка То есть Выбора У него Очень Много БКБ Появляется У Вичдоктора В принципе БКБ Может Сбить Только Дум Я имею Ввиду Сбить Ульт Вичдоктора Так Дум Обходит Панду Но Панда Недолго Дум Прожимает Дайграут И Улетает На базу Дайграут Дайграут Ну Ну И С Антимагом На 20 Минуте Заходит На ХГ Просто Представляете С Антимагом Который Должен Был Формить Купил Он себе Топор 2000 ХП Антимаг Прожал Монту И Сносит Ренж Барак Блинк Аут И Все Снесли Барак Можно Доформить Тараску Хотя Я думаю Вот Просто Хилили И Можно Переключаться На Барак Магов Точнее Барак Мечников Нами Личный В общем Барак Сендрик Стоит Мало Ле Если кто В инвизе Подкрадется Шейкалшоты Повершоты Сенечку Не Привязала Винран Привязала Верка Чтобы Побить Барак Игнейт Бич Доктора Ой Тут Немного Не попал Дум И Надо Прожимать Надо было Прожимать Прямо Спит Но В итоге Размена Один в один Диос Твард Стоит БКБ Не прожал ВД Но Ему Здесь Уже Никто Не Забивает Байбэк Это Дум Дум Без Дума В этот Момент Снизу Антимаг Иллюзиями Пушит Барак Ну И Тауэр Снизу Также Упал Так Подцепили У нас Тим Сикрет Через Даггер Стан Дума Ну Разорвился 84 демаджа И гонится Гонится За саппортами Разор Сможет ли Убить Фич Доктора Но В принципе Должно Хватать Демаджа На ВД Нет У него Телепорта И Просто Отдать Не стоит Его Сейвить Так Но Ошибка Брюмастера В том Что он Как-то После клэпа Сразу же Прожимать По КД Жать Прямо Сплиц Ибо же Сразу Не дожидаясь Ничего Прожимать Ульту Но В итоге Прилетел Скаймаг Ну и Перед смертью Дум накинул Дум Матча Посерьезнее Не будет Это Последний Матч На мой взгляд Посерьезнее Матч был Предыдущий Просто Нексты Очень хорошую Игру Показали Так что Кто не видел Смотрите В повторах 25 Минута Третий Рошан Появился Есть Тараскова Антимага Ну Вырка Уже развлекается С Рошаном Я думаю Сыр Отдадут Именно ей Ну а Еги Заберет Антимаг Хотя Антимага Здесь Не убить Возможно Аегис Отдадут И панде Линген Свер Появляется Верке Антимаг Забирает Аегис Сыр Достается Панде Но Решили Не рисковать Все таки На 25 Минуте Имея Тут Антимаг Еще Подтраливает Могрмаг Что Сделал Здесь Сенечка Так Тут Подцепили У нас Еще И Верку Хотя Нет Верка На развороте Решила Подраться Так вот Огрмаг Здесь В очередной Раз Погибает Убили Рошана И В очередной Раз Огрмаг Не понимал Что возможно К нему Могут Прийти Да Я понимаю Что это Саппорт И что Он очень Быстро Появится Но Саппорт Тоже Очень важен Причем Со станом С дизейблом Барак Падает Огрмаг Байбэк Но я думаю Их это не испугает Антимаг Снизу Панда БКБ И Десвард Стоит Витч Доктор Ну Убили Развор Развор Байбэкнуса Антимаг Снизу Сносит Барак С ним Никто не хочет Иметь дела Решили просто Убить его команду Тут Все ульты Кидает Вингу Ну и Верка Так же По думам Умирает Праймоу Сплит Закончился Пандой Хочет подраться Есть Сыр Провязал Сыр Ну и Ворвался Антимаг Нет у него Будет фуловый Антимаг Ну Убили двоих Убили троих Ну Скаймаг Забегает На свое ХГ Ну и Пошел Троллинг Вот Некст КЗ По поводу Того что Ребятам Не получится Съездить В Алмату Ну Снесли Сторону Снесли Даже Две стороны 723 Ну Очень много Потратили ресурсов Чтобы убить Вингу Чтобы Убить Верку В итоге Пришел снизу Антимаг И убил Всю команду Сейчас ВД Соберет Агоним И тогда На месте Дума Стоит Задуматься На кого Кидать Дум Антимаг Вообще Ничего Не боится Антимаг Купил себе Тараску У него Есть Тараска И собственно Есть Олегис Так Ну Высасывает Демедж Но он Спокойно Убегает Так Ну Панда Прожимает Даггера Вот Антимаг Сколько там Да В принципе Еще есть Пару минут Чтобы реализовать Аегис Ну Ждут Свою команду Да я думаю Тут Антимаг Вейвсо Справился Со всеми Спрозно Блинкануться На логра Прожать Монтостайл Дум Ну Это всего лишь Аегис Я думаю Антимагу Даже не стоит Убегать Никуда Он просто Дерется Под Думом Есть От Владмира И он спокойно Отхиливается Ну Пока что Никого не убили Зацепили Дума Дум минус Так же Сейчас никуда Не денется И Разор Ну Вот она Мека У Вайпера Кстати У Вайпера Все таки Мека Убивает его Ну Разор Единственный Кто выжил С этой бойни Хотя нет Скаймаг Также выжил Кидает Мистик Флэр По нему Все пробегают Никто на Мистик Флэр Не обращает Внимание Антимаг Все еще живет Антимага Ястреб Ястреб сбит Минус Скаймаг Угрмаг Выдает Стан Ну Все Притон Тянут игру Можно было Смело писать ГГ Но нет На самом деле В очередной раз Игра для Притонов Закончилась На 10 Минуте Когда Был счет 10-1 Но они Решили просто Потянуть Игру Ну что же Поздравляем Мы NextKZ С победой Начал немного Оговариваться Очень долго Уже стримил Так вот Ребята Просто красавцы Заслужили они Победу Но довольно таки Легкие для них Игры были За исключением Полуфинала В полуфинале Они чуть ли бы Не проиграли Но Зубами Клыками И просто На скелет Ищили Поздравляем Мы NextOff С победой Желаем им В Алмате Удачи Желаем им Победить Занять первое место Ну и собственно Сегодня все Дорогие друзья Спасибо что Меня смотрели Спасибо что Меня слушали Увидимся с вами 3 декабря На XMASCAP Всем спасибо Еще раз Всем пока